В ходе разговора были затронуты темы, связанные с изменениями в составе межведомственной комиссии между мусульманской и христианской конфессиями Нефтекамска. Есть взаимопонимание, отметил первый заместитель главы города. Население и руководство с уважением относятся к представителям разных вероисповеданий. В Нефтекамске проводятся праздники, как мусульманские, так и христианские. Для населения они считаются общими. На сегодняшний день мы рады, что работа ведется. Работа ведется и с населением в правильном направлении, и с молодежью, с детьми. То, что есть взаимопонимание, взаимосвязь между нами, я думаю, в этом направлении мы должны работать. Я позже скажу, наши главные задачи конца я озвучу, что от нас требуется. По многочисленным просьбам православных горожан, епархия планирует открыть еще один приход. Это событие станет вдвойне приятным, поскольку в январе будущего года Нефтекамская епархия будет отмечать годовщину со дня своего создания. Основная масса наших прихожан – это люди, живущие в спальных районах. И еще учитывая, что большой процент посещающих храм – это люди пожилого возраста, им приходится менять по два-три вида транспорта, чтобы попасть в храм на службу. Особенно в вечернее время это усложняется еще и тем, что темно и очень сложно. Поэтому желание есть. На совещании присутствовали представители религиозных организаций, администрации, управления гражданской защитой города и местного отдела внутренних дел. Участники кругового стола подвели итоги текущего года и наметили планы на будущее. Зарина Хакимова, Иван Кузнецов. Информационная программа «Ежедневник». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова